Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Цветочный карнавал и ретроавтомобили, мимы и танцоры. В Самаре прошел юбилейный фестиваль цветов. При нем были построены заводы и водопровод, городской театр и мукомольная мельница. В Самаре открыли памятник городскому голове Петру Алабину. Три баса на балконе, где когда-то, по легенде, пел Шаляпин. В выходные самарцев порадовали блестящим исполнением классики. Почти 4000 спортсменов из 207 городов. В Самаре прошел международный марафон на Кубок главы города. Более 50 тысяч человек приняли участие в фестивале цветов в Самаре. За 15 лет он стал узнаваемым туристическим брендом. Растительные арт-инсталляции, живая музыка, лекции, яркие карнавальные костюмы. В море цвета и ароматов погрузились и наши корреспонденты. Красивые девушки в ярких костюмах. Актеры, мимы, дети в тематических нарядах. Еще несколько мгновений и от площади революции стартует цветочный карнавал. В колонии раритетные автомобили и платформы, затейливо украшенные цветами. Настроение участников радостное. Этот автомобиль в свое время, во время Великой Отечественной войны, был привезен из Москвы с авиационным заводом. На нем ездил директор нашего Самарского, в то время Кубочского авиационного завода. Он такой, потому что он в стилистике цветочной Испании. Мне очень комфортно, легко, и я, честно говоря, красоткой. Карнавал – первая часть большого фестиваля «Цветущая Самара». Традиционно он собирает сотни горожан. Самарцы не скрывают эмоций. Порядоваться. Увидеть море цветов и ярких красок. Тем более, что скоро закончится, и мы будем вспоминать. Во главе колонны – оркестр, который легко и задорно играет современные хиты. За карнавалом наблюдают первые лица города. А вот и финальная точка красочного шествия – Струковский сад. Я так счастлива, что к нам приезжают жители других городов. Я надеюсь, что вот эта красота, которая сегодня есть в Самаре, вот эти замечательные цветочные композиции, эти восхитительные краски, они принесут и в свои города, и мы все вместе будем такой цветущей стороной. 15-й традиционный юбилейный фестиваль цветов в этом году стал одним из самых посещаемых за всю историю проведения. Около 50 тысяч человек посетили многочисленные локации фестиваля, смогли оценить мастерство флористов и ландшафтных дизайнеров, сфотографироваться на различных площадках и послушать классиков литературы. Гектор, ты вправе хулить, и твоя мне хула справедлива, душу открою тебе, преклонись и выслушай слово. Самара-Купеческая городская усадьба в Струковском саду разместили более 20 фестивальных площадок. Они посвящены истории старинного парка. Изюминка фестиваля – необычный тактильный сад, адаптированный для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь каждый желающий может потрогать любое растение и ощутить его аромат. В мире есть всего три таких сада – в Москве, Уфе и итальянской Падуе. Очень все понравилось, да, вот ребенок тут наделал всяких поделок, все очень красиво. Красивые композиции, да, очень интересные, познавательные. Сам карнавал немножко, на самом деле, похоже, что весь город здесь. Я, конечно, очень благодарна нашей администрации города. Столько сил было вложено, и праздник состоялся. Голландия, Эстония, Польша, флористы со стран ближнего зарубежья и многих городов России съехались на праздник показать свое мастерство. Лучших из них наградила глава города Елена Лапушкина. Наградается Елена Дринева, город Москва. Аплодисменты. Еще один приятный сюрприз – лекция от историка моды Александра Васильева. Мастер из Венгрии вручил ему букет. Примите от нас. Оставай. Спасибо. Глава города Елена Лапушкина наградила и тех, кто по велению души, а не по долгу службы делает город краши. Среди них – Лидия Шклярова. Она украсила цветами двор своего дома на Нововокзальной. Всю жизнь прожила на севере после Украины. Мечта. Я душила. Весь день до самого вечера в парке на сцене открытой эстрады и летнего театра звучала музыка в исполнении духового и джазового оркестров. Завершился фестиваль цветов праздничным фейерверком. Елена Малютина, Семен Безгинов, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Самаре открыли памятник одному из самых знаменитых ее градоначальников – Петру Алабину. Величественный монумент установили вблизи Струковского сада. Над ним работала целая команда профессионалов – архитектор, скульптор, краеведа и историки. Мария Левина, одной из первых, увидела скульптуру. Памятник не ангелу, а человеку. В Самаре увековечили память Петра Алабина. Добрая традиция, когда в городе появляется все больше памятников известным людям, повлияет еще и на патриотическое воспитание молодежи, считают историки. Наряду с уроками самароведения, которые начнутся в этом году, вот такие зримые образы самарцев – князь Засекин, Петр Алабин – будут способствовать патриотическому воспитанию и самарскому, и российскому у всех наших юных земляков. Петр Алабин – городской глава, благодаря которому в Самаре заработал водопровод. Открылись типография, метеорологическая станция, театр и не только. Тогда еще небольшой уездный городок загорелся яркими красками. Появилось освещение с применением газа и телефонная станция на 10 номеров. Петр Алабин считается отцом первого в городе музея, который сегодня носит его имя. Это великое дело. Сооружение памятника, оно свершилось. И я рад, что и труд практикующего историка, он тоже оказался востребован. Извояние городоначальника получилось мощным. Высота памятника вместе с постаментом свыше 5 метров. Отлита фигура из бронзы. Над созданием трудился самарский скульптор Карен Саркисов. Величественный Засекин на новой набережной – это тоже дело его рук. При сотворении монумента он активно советовался с историками, чтобы не упустить ни одну деталь. С одеждой, со всеми орденами, с расположением этих орденов и так далее. Были предоставлены все какие только возможные фотографии. Церемонию открытия посетил губернатор Самарской области. Он отметил схожесть задач, которые сегодня стоят перед регионом и тех, что стояли перед Алабином. Например, строительство моста через Волгу. В свое время именно Петр Алабин занимался возведением путепровода через реку Самарка. Мы сегодня отдаем дань уважения к этому великому человеку, дань уважения к нашей великой истории. К Самарцам обратилась и глава города Елена Лапушкина. И пусть он на Олжском берегу стоит и напоминает нам о том историческом прошлом и сподвигает нас на новые подвиги. Мария Левина, Максим Гусев, События. Романсы и арии из репертуара Федора Шаляпина в эти выходные звучали на пешеходной улице Куйбышева. Доносилась музыка с балкона гостиничного номера. За виртуозным исполнением наблюдали сотни самарцев. Подробнее Елена Малютина. По легенде, именно на этом балконе дал импровизированный концерт в сентябре 1909 года великий оперный певец, солист Большого и Маринского театров Федор Шаляпин. Хотя историки считают, что в тот приезд он исполнял музыку только в театре цирки «Олимп». К 110-летию того исторического выступления в эти выходные три певца на балконе гостиницы, где жил знаменитый бас, исполнили песни и арии из его репертуара. Идея самарцам пришлась по душе. Здорово организовано, приятная атмосфера, уютно, еще с учетом того, что перекрыли улицу, сделали пешеходный. Побольше бы таких мероприятий. Это очень хорошо, это очень достойно, молодцы, молодцы. Самара стала просто похожей на курортный город. «О, если Бог выразить в звуке всю силу страданий моих». С импровизированной сцены в течение часа слух самарцев радовали солист Самарской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Антон Степанов, солист Самарского академического театра оперы и балета, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Самарской области Андрей Антонов и солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Скориков. Концерт организовали создатели проекта «Модерн в облаках». Они хотели привлечь внимание жителей города к зданиям, построенным в стиле модерн, и подчеркнуть их уникальность. Оживить архитектурное искусство звуками классической музыки. Елена Малютина, Константин Головин. События. Кинопоказ, лекции о комедии и короткометражке. В Самаре прошла ночь кино в музее Эльдара Рязанова. Подробнее Елена Малютина. Режиссер, который умел говорить о серьезном с улыбкой. Его кинокартины «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь» большинство людей знает наизусть. А речь героев уже давно растащили на цитаты. Вечер комедии в музее Эльдара Рязанова начался с показа его кинокартин. Сотни самарцев, среди них и известный историк моды Александр Васильев, пришли посмотреть фильмы, которые навсегда прописались в культурном коде россиян. Я нахожу, что его фильмы – это самые трогательные из всех советских кинокомедий. Это самый добрый и самый приятный, обволакивающий юмор. Я очень рад, что на его родине создан такой музей, который позволит следующему поколению узнать больше об этом прекрасном человеке. После показа обсуждали эволюцию комедии по ранним фильмам Рязанова. Также на лекции кинокритика, киноведа, члена Союза кинематографистов России Валерия Бондаренко поговорили о современном месте комедии в искусстве. «Взаимообратимости смешного и страшного. И о том, что мир, в котором мы живем в настоящий момент, он, конечно, уже не может в полной мере пользоваться смешным, так как это было, допустим, во времена Эльдара Рязанова». Ограбление по тарифу. Это жизнь. Взятка. Вечер завершился показом короткометражных комедий. Представляли самые свежие российские новинки этого жанра. Режиссеры, сценаристы и актеры из Москвы. «Их шесть, они все разные, каждая по-своему смешная, они лауреаты различных фестивалей и представляют такой современный срез российских молодых авторов. Самара нам очень понравилась, мы сегодня целый день ее смотрели». «Я приехал из Москвы, я в полном восторге от Самары. У вас сегодня такой праздничный город и праздник цветов, и поющие тенора, и баритоны с балкона. Прекрасно, красиво. И погода тоже не подкачала. Я представляю фильм «Это жизнь», «Это комедия», «Это комедия про человека, который идет на интервью». В ближайшее время все короткометражные комедии появятся в открытом доступе, и любой желающий сможет их посмотреть. Елена Малютина, Константин Головин, События. В Струковском саду прошел крупнейший фестиваль уличного кино под открытым небом. В этом году для зрителей были представлены 10 студенческих короткометражек со всей России. Более полумиллиона зрителей из тысячи городов посмотрели кино на фестивале и выбрали лучшие киноработы. Среди них была и Валерия Куценко. Идут финальные титры, и небо сама рассвещается сотнями огней. Так зрители фестиваля уличного кино голосуют за понравившуюся картину. В этом году у лент нет общей темы. Режиссеры свободны в выборе. Но случайно ли нет, большинство фильмов посвящено сложным проблемам простых людей. Например, короткометражная драма с Алексеем Серебряковым о молодой девушке, никогда не видевшей своего отца. Я люблю именно смысловое кино, где меньше всего спецэффектов, где можно переживать, что-то прожить, какие-то чувства ощутить. В принципе, для этого кино и снимается, чтобы человек думал о разумном, добром. Я люблю ходить в кино с детьми, это отдельное посещение. А чтобы провести время, подумать, поразмыслить, отдохнуть, это я одна люблю. Поэтому сегодня я одна. Потому что детям такое не будет интересно, хоть они у меня уже и подростки, но это как раз последние летние деньки. Фестиваль уличного кино одновременно идет в тысячи городов России. Фильмы посмотрели уже почти полмиллиона зрителей по всей стране. По словам организаторов, это будет самый массовый просмотр кино под открытым небом. Уже второй год мы привозим сюда фестиваль для нашего самарского зрителя, для того, чтобы люди могли посмотреть, как работают ребята, студенческие это работа. Новый у нас в этом году Сруковский сад, летний театр. Площадка интересная, своеобразная, конечно. Дело в том, что концепция фестиваля – это прежде всего звездное небо, это открытое пространство, это душевная такая атмосфера. Когда приходят, берут с собой коврики, подушечки, ложатся, обнимаются, и мы вместе смотрим кино, радуйся. Нового победителя кинопоказа объявят уже этой осенью путем зрительского голосования по всей стране. Приз – грант на реализацию нового фильма. Принять участие могут не только профи, но и любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт «Фестиваль уличное кино», заполнить заявку и прислать свою короткометражную историю. Шанс поучаствовать в конкурсе есть до сентября. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События. 90 успешных школьников и студентов из Самары отправились в Казань, чтобы узнать больше о профессиях будущего и новых технологиях. Сейчас там проходит международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Мария Левина проводила юных самарцев и узнала, чего они ждут от поездки. Илья Галыгин – студент машиностроительного колледжа, будущий инженер. В планах работа на крупном металлургическом предприятии. Илья уже работал на заводе, уверен, это то, что ему нужно. На WorldSkills уже ездил, как участник в декабре прошлого года. Теперь отправляется в роли зрителя. Ну, соревнования не из легких, так сказать. Потому что работы очень много, ну, сложно. Так, интересно. Для Леры Айдочкиной соревнования такого уровня – новый опыт. Девушка закончила девятый класс и пока не определилась, чем бы ей хотелось заниматься. Я бы хотела узнать много чего нового, каких-либо профессий. И, может быть, даже если мне понравится какая-то профессия, я по свой путь жизненный именно свяжусь с ней. WorldSkills – международный чемпионат профессионального мастерства. Его главная цель – популяризация рабочих профессий. Первые состязания прошли в начале 20 века в Испании. Сегодня соревнуются по 45 компетенциям. Для удобства их разделили на шесть направлений. Строительные технологии, творчество и дизайн, информационные и производственные технологии, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. В этом году мировое первенство проходит в России. Чтобы познакомиться с новыми профессиями и технологиями будущего, из Самары в Казани отправились 90 самых успешных школьников и студентов СПО. Это отличники и призеры Олимпиад. Мы рассчитываем, что если эти ребята сориентируются на обучение в наших учреждениях среднего профессионального образования, то это будет способствовать достижению цели национального проекта. По национальному проекту образования к 2024 году четверть всех выпускников колледжей и техникумов должны сдавать демонстрационные экзамены по международным стандартам WorldSkills. То есть молодые люди столкнутся с решением реальных производственных задач. Оценивать их знания будут в том числе и эксперты ведущих предприятий региона. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Ускорить работу по заключению соглашений на санитарное обслуживание территории поручила глава города Елена Лапушкина руководителем районных администраций. Согласно новым правилам благоустройства, которые приняты городской думой в начале августа, соответствующий договор должен быть подписан со всеми управляющими компаниями ТСЖ и ЖСК, предприятиями, школами, больницами, а также магазинами и киосками. За ними закрепляются конкретные участки, которые организации обязуются содержать в чистоте и порядке. Правила благоустройства предписывают своевременно и качественно убирать прилегающую территорию. В документе прописаны требования по видам работ, а также единообразному оформлению вывесок. Заключать соглашение надо, заключать достаточно быстро. Готовимся с вами уже к следующему году к благоустройству территории и будем вашу информацию заслушивать каждый месяц по итогам заключения этих соглашений. Кроме того, очень вас прошу, не забывайте о заключении договоров с рекоператором, с юридическими лицами. Жители промышленного района не захотели быть только наблюдателями. Местность рядом с храмом Кирилла и Мефодия благоустраивают по НАСПроекту «Жилье и городская среда». Общественные активисты не остались в стороне и решили помочь в преображении района при поддержке администрации города. На экологической акции побывал и Никита Борисов. На уборку всем миром. Сквер рядом с храмом Кирилла и Мефодия с каждым днем преображается все больше. И жители решили не оставаться в стороне. Александр Зубов вспоминает, как грязно здесь было еще недавно. И рад, что может собственноручно сделать жизнь в своем районе более комфортной. Часть вот таких грязных работ жители решили взять на себя и помочь сделать это место еще более красивым. Огромный овраг рядом с храмом Кирилла и Мефодия давно уже стал свалкой. Сегодня около 20 жителей с поддержкой администрации промышленного района с граблями и лопатами в руках очищают его от мусора. Они убирают сухие деревья, металловом, старые ободранные матрасы. Их облюбовали шумные компании. Жители хотели и вышли на этот экологический субботник. И здесь очень большой объем мусора находится. Привести в надлежащее состояние, чтобы как бы общая территория была в чистом, достойном состоянии. Весь мусор, который жители выносят из оврага, будут увозить на грузовиках подрядной организации. Объем работы большой, поэтому на уборку планируют выйти и завтра. Никита Борисов, Григорий Полешаков. События. Почти 4000 спортсменов из 207 городов вышли на старт третьего Самарского международного марафона на Кубок Главы Города. В программе несколько дистанций, а также корпоративные и детские забеги. С любителями бега перед стартом пообщалась Лариса Шалафаст. Международный марафон на Кубок Главы Города начинается с традиционной разминки. Выходной Анна Васильева проводит с пользой для здоровья. Бегом увлеклась 7 лет назад. На пробежки выходит регулярно, в любое время года, при любой погоде. За прошлый год набегала больше 5000 километров. В этом году показатели планируют повышать. В этом году я за два месяца пробежала три марафона, а вот сегодня у меня трешечка и десяточка. На участие в марафоне на Кубок Главы Города зарегистрировались более 3500 человек. Как профессионалы, так и любители. Спасибо, что сегодня с нами, дорогие самарцы, гости города. Я понимаю, что не все могут быть победителями, но все могут получить удовольствие от бега, от общения друг с другом, чего я вам от души желаю. Успехов вам, радости общения, получения удовольствия от спорта и от того, чтобы сегодня здесь все на нашей замечательной Волжской набережной. Удачи! Я уверен, что сегодня вы покажете самые лучшие свои качества. Пусть всем сегодня сопутствует не только хорошая погода, но успех и удача. С праздником спорта! В программе марафона несколько дистанций. Первыми стартуют участники самой длинной – в 42 километра. Три, два, один! Спортсмены бежали полумарафон в 21 километр, дистанции на 10 и 3 километра и корпоративный забег. Мне в этом году исполняется 60 лет. Я второй раз участвую в самарском марафоне, поезжаю из города Сызрани. Атмосфера всегда изумительная. Отдельный забег на короткую дистанцию организовали и для детей. В нем принимали участие ребята до 10 лет. Самый юный пока освоил только ходьбу, но вместе со спортивными родителями уже на беговой трассе. Настоящее, ребята, королевы спорта сегодня с нами! В завершении забегов каждый участник получил коллекционную медаль. Спортсмены, показавшие лучшие результаты в каждой из дистанций, награждены денежными призами. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Очередное поражение самарских крыльев Советов. В российской премьер-лиге. На этот раз от московского Спартака. После этой неудачи волжане оказались на 13-м месте национального чемпионата по футболу. То есть в зоне стыковых матчей на вылет в футбольную национальную лигу. Не помогла победить крылышком в матче против Спартака и футболка, побывавшая в космосе. Сергей Кизоркин расскажет подробнее. Что только не предпринимает футбольный клуб «Крылья Советов», чтобы наконец-то начать поступательное движение вверх по турнирной таблице чемпионата страны. Даже запустили в космос фирменный флаг и футболку. Но даже этот трюк оказался безрезультативным. Пока. «Крылья Советов» проиграли на домашней арене московскому Спартаку. Матч, конечно, ожидания мои не обманул. Напряженный, интересный был. Конечно, есть доля разочарования. Второй матч подряд на последних минутах пропускаем. Сам факт пребывания флага и футболки, такое случается нечасто. Поэтому я думаю, что это будет такой серьезный сувенир и артефакт для «Крылья Советов». И я думаю, стимулом достигнуть таких же космических высот. Радиационная футболка поначалу даже принесла удачу «Крыльям Советов». Главный снайпер команды Александр Соболев открыл счет в матче. В конце первого тайма. Но уйти с политриумфаторами авиаторы не смогли. Вторую половину встречи они проиграли 0-2. Второй мяч они пропустили в добавленное время. Огорчил самарских любителей футбола голландский полузащитник Гу Стиль. «Крылья играли хорошо в первом тайме. Даже забили. Но во втором мы сделали свою игру. И я рад, что смог забить победный мяч». 1-2. Поражение «Крыльев Советов» на домашней арене. И в результате 13-е место в турнирной таблице. А это значит, что команда сербского специалиста Меодрага Божевича продолжает историю прошлого сезона. «Крылышки» по-прежнему находятся в зоне вылета из премьер-лиги. «Проигрывали в центре сегодня. И просто не могли вперед зацепиться за мяч. Поэтому очень трудно было говорить о какой-то игре». Покажет ли Меодраг Божевич и его футболисты хорошую игру, станет ясно уже в эту пятницу. На «Самара-арене» встретятся «Крылья Советов» с московским «Динамо». Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара-Гиз» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова